Классика жанра. Трамп придумал себе маленькую победоносную войну. Радио. Спортник. Классика жанра. Трамп придумал себе маленькую победоносную войну. 17 часов теперь и в США с таким же успехом могут объявить президентом лидера оппозиционного конгресса. Ну, или сразу Хиллари Клинтон. 13.57 Венесуэла это я. Американцы учат мир демократии. Исшей ряд других стран признали президентом Венесуэлы лидера оппозиции. И в такой откровенной поддержке государственного переворота они не видят ничего плохого. Вот и у Дональда Трампа появился свой собственный наш сукин сын. Он, правда, появился 35 лет назад в семье простого Венесуэльца. Но известно же, что вырастет из сына сукин сын, если за его политическое воспитание возьмутся американцы. А Хуан Гуаида окончил университет Джорджа Вашингтона. Причем по специальности государственное управление. Вот вам и ответ на вопрос, где та табакерка, откуда этот чертик выпрыгнул. Не факт, что именно тогда его и завербовали, но как родину любить научили. На ней в то время правил Угачавис и, казалось, без вариантов. Накануне его сожгли. Памятник где-то в провинции. Так и начинается декоммунизация. Гуаида и его людям осталось объявить, что Венесуэлац и Америка попросить кружевные трусики. Это требование можно не менять. Оно и здесь актуально. И вперед к победе демократии. Биография у него краткая, но для ставленников США классическая. Этот газ-переворот вообще стоило бы назвать классикой жанра. Если бы не одно оно. Даже американцы прежде не позволяли себе действовать так топорно. Разве что не хватило клейма большими буквами на лбу самозванца. 13.21 политолог сравнил политику США в отношении Венесуэлы с объятиями анаконды в МИД РФ заявили, что Москва продолжит поддерживать Венесуэлу, на которую сейчас осуществляется нажим со стороны США. Политолог Владимир Киреев в эфире радио «Спутник» прокомментировал ситуацию вокруг Венесуэлы. Они назначили главу оппозиционного парламента своим президентом чужой страны едва ли не раньше, чем он сам об этом подумал. Вот что значит кадровый дефицит в Газдепе. Все-таки пытались и в нем когда-то соблюдать какие-никакие приличия. Чтобы тонкая игра, изощренные комбинации, выверенные многоходовки, печенье, в конце концов. Ну, кроме тех случаев, когда они сразу приступали к военной агрессии. Трамп, кстати, и здесь хотел прямо с этого и начать. Уже проводил консультации с недружелюбными соседями Николаса Мадуро. Но даже они испугались такой перспективы. Судя по скорости, с которой они вслед за Вашингтоном признали Гуаида, здравомыслие их оставило. Ведь все, что требуется от венесуэльского лжедмитрия это спровоцировать большую кровь и на правах президента обратиться к мировому сообществу. Можно и не ко всему. Ну, хватит Белого дома. Тот уже пообещал обрушить на Каракас всю мощь своей, как они шутят, дипломатии. Ударную коалицию, надо полагать, уже сколотили из сателлитов, что поставили на мятеж. Потому что отпускать ситуацию им теперь никак нельзя. Иначе в Венесуэле, где у оппозиции всего 20%, быстро сообразят, что никакой он не Дон Хуан, а совсем даже наоборот. Восемь тридцать три мнения. У США множество причин поддерживать нестабильность в Венесуэле. США отказали Венесуэле в разрыве дипломатических отношений. В эфире радио «Спортник». Политолог Елдус Ярулин рассказал, какое развитие событий выгодно Вашингтону. Поэтому Трамп будет дожимать всеми средствами, которые, как он сказал, на столе. Схема стара, как сама американская демократия. У них об этом учебники пишут, как развалить сырьевую страну, если она не отдает сырье по-хорошему. Венесуэла седьмой номер опек. США же хотят повысить ее до шестерки. А этот подъем возможен только переворотом. И вот она, будьте любезны, та самая маленькая победоносная война, которая все спишет. И шатдаун, и расследование Мюллера, и терки с либеральной общественностью. Даже ходить далеко не надо. Тут рядом. Задний двор. Правда, в этом и проблема. Континент густонаселенной. Да, и с отрицанием боливарианских идей здесь не все так однозначно. Есть и у Мадуро сторонники. И не только в Венесуэле. Если полыхнет в ней, взорвутся все. И тогда миграционный потоп в Европе штатам покажется ручьем. Истина Трампа не спасет. Если, конечно, он успеет ее построить. Ведь и в США теперь с таким же успехом могут объявить президентом лидера оппозиционного конгресса. Ну, или сразу Хиллари Клинтон. Автор Михаил Шинкман. Радия. Спортник. Классика жанра. Трамп придумал себе маленькую победоносную войну 17 часов.